Первый взрыв без объявления воздушной тревоги прогремел в Харькове в час ночи 20 декабря, через 7 минут второй. По данным городской мэрии, ракетные удары были нанесены по территории одного из транспортных депо, которая ранее уже подвергалась обстрелам. В результате ракетного удара на месте попадания грязь, везде комья земли, остатки стекол и две огромные воронки. Специалисты говорят, диаметр каждой более 9,5 метров и глубина 3,5 метра. Татьяна живет в многоэтажке рядом с депо. Признается, что такого грохота не слышала уже почти год. От мощной взрывной волны покачнулся дом, но стекла выдержали. Сейчас ночью было очень весело. Я спала. Ну и было так громко. Я думала, у нас во дворе. Ну все нормально. Сразу подкрывали все окна, двери на всякий случай. Ну а сейчас приехали посмотреть на свои гаражи. Почти в порядке. Все хорошо. Живем дальше. Дочь Татьяны Алина вспышку увидела за несколько секунд до того, как раздались взрывы. Говорит, даже испугаться не успела. Громко. И светло было. Сначала светло было буквально секунды две. Я еще думала, ну кто мог включить свет в это время. Буквально секунды две и потом только взрыв. Погибших и пострадавших вследствие ночной атаки нет. Взрывотехники и следователи обошли всю территорию автотранспортного предприятия, зафиксировали детали попадания и собрали остатки российских ракет. По предварительным данным, российские войска использовали С-300, говорят в полиции. Пошкодженный транспорт. Поврежден транспорт, повреждены здания. Разлет от взрыва был такой, что еще рядом с жилыми объектами повреждены несколько автомобилей. На месте работала следственно-оперативная группа, следователи взрывотехники. Они собирали вещественные доказательства, в частности, обломки от снарядов. Уже предварительно по этим обломкам установлено, что это были именно ракеты С-300. Это трамвайное депо находится в одном из самых разрушенных российскими атаками с 24 февраля 2022 года районов Харькова. Основные повреждения зданию, движимому составу, были нанесены противникам в марте прошлого года. В целом же, по этой площадке противникам уже проведено почти 100 ударов, рассказал директор предприятия. Зачем уничтожать объект? День от ни одного действующего трамвая, автобуса или троллейбуса он не понимает. С первых дней я считал количество обстрелов, но где-то на шестом десятке я сбился со счета. Вот эти последние два вы могли видеть. Это так называемый открытый парк, где трамваи хранятся перед выездом на линию. То есть это место, откуда они выезжали утром. Но вы же видели, что там нет ничего такого, что могло бы привлекать какое-то внимание. Нет. Как рассказал Владислав Примак, ущерб, причиненный российским войскам, транспортному предприятию, уже составляет порядка 300 миллионов гривен. Оно полностью прекратило свое существование еще в марте 2022 года. И пока восстановить его нет возможности. Наталья Белокудра, Андрей Домовой из Харькова для телеканала Freedom.